здравствуйте дорогие друзья с вами канал философское мнение его ведущий я Дмитрий Круглых и сегодня мы с вами поговорим ни много ни мало про грузинскую фантастику и не просто про современную грузинскую фантастику мы с вами поговорим про грузинскую фантастику про первую грузинскую фантастику первой половины двадцатого века которая была написана в 1932 году для этого мы должны обратиться к ее автору, это, соответственно, Александр Виссарионович Абашели. И, да, как вы понимаете, это на самом деле был его литературный псевдоним, настоящее его имя – это Исаки Чочия. И здесь надо отметить, что для 20 века, для первой половины 20 века он прожил достаточно долгую жизнь, то есть фактически 70 лет, потому что родился он в августе 1884 года, а умер в 1954. То есть вот ровно 70 лет, при этом активно, как я уже сказал, он участвовал в различной политической деятельности, то есть, например, он участвовал в революции 1905 года, после чего он был арестован и сослан. Дальше уже к революции 1917 года он относится плохо, как и к идее Грузинской ССР, но при этом, при всем, он так или иначе получает определенное место в грузинско-советской литературе, то есть он получает определенное место, то здесь, а это надо сказать, что особенно, да, 20-е, 30-е годы, это очень было сложно. Тем более такой человек, как он, который вот явно вот это вот все, скажем так, чувствовал, переживал, принимал близко к сердцу. Я, кстати, не могу сказать, по крайней мере, по тому произведению, что он как-то слишком критикует советы, советскую власть. То есть вот прям особой критики у него, вот по крайней мере, в его романе не находятся. То есть понятное дело, что, возможно, это было сделано для того, чтобы роман пропустили. С другой стороны, возможно, действительно вот какая-то тоже у него, знаете, вот как мне показалось, по крайней мере, это внутренняя моя такая интуиция, которая я, которая себе позволяю, возможно, это у него действительно там есть критика людей как таковых. То есть что они поступают немножко не так, как должны, как хотелось бы. То есть и у него это на самом деле прослеживается. То есть проблема не только в Советском Союзе. Проблема, в принципе, в людях, которые достаточно пассивны. Проблема, на которую я натолкнулся, когда начал исследовать Абашири, это то, что я не нашел его поэзии. Поэтому у меня к вам просьба, дорогие подписчики. А если вы еще не подписчики, обязательно подпишитесь на этот канал. И если у вас вдруг неожиданно вы нашли какое-то издание, где есть стихи Абашири, потому что я попробовал найти стихи как раз антологии грузинской поэзии. Вроде бы я ничего не нашел. То есть есть ссылки, что вот он действительно вот эти вот там часть произведений поэтических писал. Но, к сожалению, я их вообще нигде найти не смог. Поэтому если вдруг знаете издание, какую-нибудь ссылку может быть, обязательно мне напишите в комментариях под этим видео. Или вот у меня есть тут тоже ссылка на мои телеграм-каналы. Напишите мне там. То есть я всегда открыт. Вот поэтому и обязательно тогда сниму и про его поэзию, потому что он явно такой очень интересный человек. Сразу надо оговориться о моих личных компетенциях. Я не являюсь филологом и я не являюсь инженером. Поэтому с точки зрения филологии и с точки зрения вот каких-то технических, скажем так, проблем, которые там были описаны, я вам никак прокомментировать не смогу. Но я вам могу это прокомментировать в рамках своей профессиональной компетенции, а именно философии. Итак, поехали. Потому что действительно женщина в зеркале, мне кажется, что это очень крутое произведение, которое объединяет себе несколько таких, знаете, разных абсолютно тематик. Во-первых, это разговор автора и читателя. Очень интересно, что он читателя делает главным персонажем. Вот это очень такая важная, интересная деталь. То есть он пытается из литературы сделать некоторое интерактивное такое что ли кино. То есть это вот попытка сделать некоторое такое вступление, введение. Это на самом деле очень важно. Это во-первых. Во-вторых, что мы здесь еще... Да, я могу даже зачитать. Да, кстати, такая еще вещь. Обязательно я вам сегодня спойлерить не буду. Я вам сделаю один небольшой маленький спойлер. Но это скорее так, знаете, чтобы вас немножко так задеть. И да, я не буду говорить, чем оно кончается. Но все-таки сделаю вам философский анализ. Но вот с чего оно начинается, я вам просто обязан рассказать. Итак, начинается с того, что там пишут. Перед нами огромное во всю стену зеркало. Изумленный. Вы всматриваете с него. Ваше имя – Гурген. Фамилия – Камарели. Инженер – Гурген Камарели. Вы молоды, вы хороший знаток своего дела. Любите физику и с успехом прокладываете новые пути в науке. Вы чуточку поэт. Ибо вы – грузин. И безмерно увлечены изучением космоса. Ну и так далее. И вот дальше проблема, которая здесь обнаруживается, что вот вы, именно вы стоите перед зеркалом, и вы не узнаете собственное лицо. Перед вами некоторая незнакомка. Такая вот действительно интересная. И он здесь как бы выстраивает, ну, если хотите, некоторую дистанцию с человеком, потому что он говорит, я, к сожалению, пока не могу вам сказать, кто она. Вы сами должны будете раскрыть эту тайну. То есть он как бы сам начинает вот здесь делать интригу. Он говорит о том, что есть еще одно действующее лицо в этом во всем. Это Густав Вайсман. То есть он фактически нас знакомит. Он говорит про его какие-то странности. То есть он нас в этом плане действительно очень, ну, скажем так, он нас с вами вводит в состояние, что вы являетесь этим человеком. То есть вот вы, читатель конкретно, вы должны на себе это испытать, вы должны на себе это прочувствовать. Именно вы должны раскрыть загадку, которая есть. Это, соответственно, женщина в зеркале. И, кстати, да, вот очень интересный момент тоже, который он пишет. Сердце вашим горит в светоче философии. И он ярко освещает даже самые узкие тропы, которые ведут ко всему, ко все более глубокому познанию мира. К тому же вы умеете точно различать крохотные, одноцветные, почти одинаковые кирпичики, из которых-то и сложен этот многокрасочный, необъятный мир. То есть, смотрите, во-первых, здесь очень такая, действительно, ну, на мой взгляд, правильная интерпретация философии. Интерпретация философии как познание мира. То есть, условно говоря, ученый, он всегда должен быть в душе философом. Более того, его душа пропитана любовью. Вот здесь это, возможно, может быть, как-то покажется странным, но это любовь абсолютно безусловная. Это любовь, которая идет вразрез с разумом. Это любовь, которая идет вразрез с логосом. То есть, с одной стороны, философ – это тот человек, который действительно так или иначе хочет разобраться, в чем же этот мир. С другой стороны, он хочет разобраться, что же происходит вокруг него. И вот это вот. И дальше он пишет такую, ну, если хотите, можно сказать, абсурдистскую вещь. И, впрочем, вся эта история, конечно, фантазия от начала до конца. И все же это чистая правда. Потому что повествует она о событиях завтрашнего дня. А это большая реальность, нежели события, уже прошедшие. Потому что вчерашнее было и исчезло, а завтрашнее грядет. Смотрите, какая очень классная, действительно, антологическая ситуация здесь создается. То есть, условно говоря, эта история может быть правдой. Почему? Потому что эта история про будущее, она еще не случилась. Она только должна еще случиться. А так как мы с вами находимся в определенной исторической точке времени, то это, естественно, да, вот это должно произойти. Вот дальше у... Такая, знаете, вот немножко попахивает такой немножко театральщиной. Но театральщина в хорошем смысле этого слова. Мне очень приятно беседа с вами, но я слышу за окном уверенные шаги инженера Густава Вайсмана. Сейчас отправляйте в свой кабинет, Гурген Камарли, и ждите, он идет к вам. И вот здесь, вот в этом плане, действительно, ты вот чувствуешь какую-то такую театральную постановку. Ты чувствуешь вот этот вот театральный такой момент, а дальше ты уже как бы находишься внутри самого этого произведения. Вот. Плюс там еще происходит смещение. То есть там, например, совмещают написание дневников, там попадается стихотворение. Но это вот, в принципе, такие действительно тоже интересные, скажем так, интересные части, которые здесь есть. И, собственно говоря, мы с вами знакомимся как раз вот этим инженером Вайсманом, который является вашим ярым поклонником. Я продолжу говорить так же, как автор. Он является вашим ярым поклонником. Он приезжает к вам, сам будучи немцем по происхождению, он приезжает из Чикаго и говорит, что он ваш лютый поклонник, а вы разбираетесь вообще в электричестве. Вы разбираетесь в электричестве, и так или иначе, здесь идет речь о создании беспроводного электричества. То есть, как сделать так, чтобы беспроводные вот эти вот все системы, они так или иначе, беспроводное электричество создавалось. Создавалось, там идет речь про эфир, еще какие-то вот вещи, но здесь уже, ну, понятное дело, что история с эфиром, это уже давно, скажем так, устаревшая теория, но, тем не менее, здесь она очень, так знаете, неплохо вписывается. То есть, для фантастики вообще как бы абсолютно нормально. Вот, и дальше здесь, конечно же, поднимается вот эта вот тематика, что перед нами человек очень странный, да, вот этот вот инженер как раз Вайсман, да, который он к нам вот приходит и от нас что-то хочет. Он говорит, что, в принципе, он уже почти на практике добился получения вот этого вот беспроводного электричества. Естественно, наш с вами персонаж Гурген, мы с вами это понимаем, что что-то идет не так, условно говоря, да, что вот к нам с такой вот просьбой обращаются, ну да ладно. То есть, здесь, ну, хотят с нами работать и хотят, пожалуйста, мы это все-таки предоставляем. И там через некоторое время он заходит в лабораторию инженера Вайсмана и видит там как раз в зеркале, но это вот здесь будет спойлер, сразу предупреждаю, это не зеркало, это экран, и там отображается женщина. Огненная женщина, это знаете, как это, какая-нибудь капитан Марвел, там, ой нет, мисс Марвел, да, прошу прощения, мисс Марвел, вот какая-нибудь, знаете, там с горящими волосами, вот она представляется вот такая вот действительно огненная женщина, мечта поэты, ну и как понимаете, что грузин в нее влюбляется. И дальше у них вот эта вот такая вот связь, вот эта вот та любовь, о которой я говорил, абсолютно безусловная, потому что они общаются только жестами. Он догадывается, что она, потому что он ей показывает землю, он говорит, слушай, а ты, то есть это вот такая, знаете, такая притеча каких-нибудь там скайпов, зумов и прочего-прочего-прочего. И он так или иначе, то есть он там смотрит глобус, крутит его, вот, где ты находишься, прекрасная женщина там и так далее, вот, она показывает ему свой глобус, и он немножко так это понимает, что это Марс. Вот. Ну вот это вот, что она марсианка, и что он влюбился в марсианку. Потом у него там действительно внутренние чувства, переживания, как можно, вот, знаете, влюбиться в непохожего человека, в другого. Условно говоря, как можно влюбиться лишь исключительно в образ. То есть это такая вот очень поэтическая тоже часть. И, конечно, тоже вопрос, а будут ли они вместе? Ну, это я вам не расскажу, это вы уже, надеюсь, что сами прочитаете. И точно так же дальше повторяется сюжет фильма, фактически, Don't Look Up, который, типа, не смотри вверх, он, по-моему, у нас переведен. Это как раз о том, что на нашу планету Земля летит метеорит. И, то есть, вот, совмещение нескольких сюжетов о том, что на Землю летит определенный метеорит. Еще раз напоминаю, это произведение написано в 1932 году. Сколько похожих произведений затем еще было сделано, снято и так далее. Тема сейчас, она достаточно заезженная. Для 1932 года, я не думаю, что это прям супер какая-то заезженная тема. Более того, она интересна тем, что он фактически, туда вставляет разговор, в чем он очень интересен, это церковный диалог. То есть, он противоставляет себе где-то, но это даже не то, что противопоставление, а это какое-то отношение, просто показать отношение науки и религии к тому, что произойдет. И что очень интересно, он фактически чувствует вот эту вот, знаете, ситуацию, что человечество с этим на самом деле ничего не хочет сделать. Да, то есть, ученые в панике, он это придает определенной огласке, что на Землю летит метеорит, что вот может быть такая ситуация. И дальше уже, конечно же, вот эти вот аспекты, они здесь проговариваются. Но ученые то ли не хотят, то ли они находятся вот в такой, знаете, какой-то панике. Плюс, как я уже сказал, здесь показано отношение к религии, да, то есть, религиозные деятели, которые находятся в точно такой же панике. То есть, которая вот эта паника, которая, условно говоря, всепоглощающая. Всепоглощающая, разрушающая, ну и, конечно же, нашему с вами персонажу предстоит спасти планету. Вот этот инженер Вайсман, у которого вдруг оказывается вот это вот волшебное зеркало, где отражалась марсианка, он предоставляет еще одно решение, скажем так, то есть, он мало того, что предоставляет идею с беспроводным электричеством, но в продолжении идей Гургена он точно так же продолжает вот эту вот идею, он говорит о том, что давайте попробуем застопорить землю. то есть, для того, чтобы, это, кстати, да, то есть, вот эта вот тоже идея, знаете, как в Don't Look Up там вот пытались в принципе какими-то ракетами, там, еще чем-то вывести комету из строя, но тут же получается немножко другое, тут получается, они решаются просто на невиданный, да, сели эксперимент, они хотят остановить движение земли на некоторое время, пока комета пролетит, и чтобы она землю не задела. А вот, собственно говоря, заденет она или нет, будет ли он с той марсианкой, вот, в которую он влюбился, об этом вы обязательно сами прочитайте. Еще из философского наполнения здесь, конечно же, есть отношение к маске, то есть, когда человек раскрывается, в какой момент подлинный человек раскрывается, да, когда он может открыться другому человеку, то есть, это тоже такая очень большая тема, и плюс здесь еще очень такая есть вот в этом плане тоже составляющая, которую он туда, как бы, в любом случае приводит, это отношение к Богу. Вот эта вот тема, когда вы будете читать эту литературу, обратите внимание, там действительно тема науки и религии, она как-то идет вместе, и это еще и философская проблема, то есть, если мы убили Бога, то есть, вот это вот нитшанское построение, мы убили Бога, значит, что-то надо поставить на это место. Вот это такой вот интересный достаточно переход, который в обрамление не то, чтобы, давайте назовем это так, унисона науки и религии, оно выглядит на самом деле вот так вот очень философски, потому что, да, размышлять, а если мы будем подставлять на место Бога еще что-то, что же это будет? Это будет наука, это будут другие цивилизации или еще что-то. То есть, вот как раз, но это вот вопрос, которым он по крайней мере задается. То есть, здесь вот эти вот аспекты, которые как раз очень важны. Вот, надеюсь, мне удалось вас как-то заинтриговать, рассказывать, чем оно закончилось, я не буду, наверное, да, ладно, не буду рассказывать, чем оно закончилось, мне безумно понравилось с этим по произведениям как-то работать, потому что оно короткое, емкое, очень, скажем так, в нужных местах, философски выверенное. Это не переходит в какую-то прям, знаете, тоже, я честно говоря, что, ну, читая его биографию, я ждал еще какой-то вот такой, может быть, скрытой политической сатиры, по крайней мере, я ее особо не увидел, возможно, это, может быть, я как-то пропустил, может быть, читал очень криво или живу не в том веке, вот, и поэтому ее не увидел, но прям чего-то особого я не не увидел, не нашел, вот, Грузия прекрасно тоже показана очень таким классным, интересным местом, это фактически место, которое может соприкасаться с марсианской культурой, вот, там это тоже оговорено, но, в общем, достаточно интересные, прикольные вещи, и вот в этом, на самом деле, в этой книге мы можем найти уже кучу-кучу сценариев для, в принципе, последующей фантастики, то есть, здесь я, на самом деле, честно говоря, не знаю, насколько люди так или иначе, современные фантасты, литераторы, сценаристы опирались на грузинского автора, то есть, насколько он там переведен, насколько он известен, я, честно говоря, не очень в курсе, но, да, то есть, то, что там находится, это как раз такие вот очень интересные как раз аспекты, это как раз то, что я вот еще тоже записывал передачу, обязательно ее поставлю, еще тоже фантастическая такая роль, которую я рассказывал, это про японскую фантастику, но которая там вообще была написана в девятом веке, то есть, там тоже типа вот космос, там кто-то живой, но там нет вот этих вот, скажем так, более таких тонких моментов, понятное дело, десять веков разница с электричеством, с какими-то еще вещами и так далее, то есть, и здесь, конечно же, тема любви, да, вот в отличие от японского первого фантастического романа, там тема любви раскрывается вообще в другом аспекте, вот, поэтому обязательно читайте японские фантастические романы, обязательно читайте грузинские фантастические романы, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, на мои Telegram каналы, я вам всегда рад, и до новых встреч, увидимся на этом канале, пока-пока.